Виталий, шановные сябры! Вы на канале, присвященном военной истории белорусского народа, и с вами Виталий Шервинский. Ширы дякую всем, кто поддерживает этот адукационный проект. Программы Ютуба уличивают наявность ваших подобает и комментариев под каждым роликом, и, в зависимости от их количества, автоматично пропануются знакомиться с военной истории белорусов, іншим корыстальникам интернета, тем самым поширающая аудитория этого канала. Почискаю руку патронам на Патреоне, спонсорам на Ютубе и схиляю голову перед теми одинковыми неведомыми особами, які оказывают мне допомогу на пробулу. Дякую! Нагадаю, что мы протягиваем разбирать войска Великого князства Литовского периода Речи Посполитой, а это другая полова 16-18 года. Тема сегодняшней лекции – лесовчики. Ранее у ролику, присвяченном развитию родов войсков в Акаду Период Речи Посполитой, я узгадывал про гэтый вид легкой кавалеры. Вось тая схема. Лисовчики – побыч с казаками и татарами. У них есть шматагульного, але обусим по парадку. Видайте, коли сустракаю некую информацию про лесовчиков, то нередко вспоминаю свой 46-й особный разведывальный батальон, я на початку 2000-х, 20 лет тому назад, служил наместником начальника штаба по мобилизацийной работе. Я уже тады цікавился военной истории Беларуси и спробовал прищапить гэтую цикавность до особого склада своего батальона – солдат, прапорщиков и офицеров. По властной инициативе, со сгоды командования, вывешивал на стенде каля тумбы дневального информационные листки на военно-историчную тематику с иллюстрациями и невеликими текстами. Так вот, один з тих листков был присвеченный лесовчикам и назывался довольно гучно – «Перший беларуский спецназ». Ну, да гэтай темы мене подштурхнул артыкул у навыков популярной книзе «150 пытаневые отказы с историей Беларуси», який был присвеченный лесовчикам. Вышла книга в 2002 году, там черным по белому было написано «Лесовчики, лесовчики – гэта наименне легкая беларуская кавалера, яка истовала в первой полове 17-го стагодзе. Узникнение и наибольшая слава гэтага адмысловага войсковага формирования, звязаные с имем Александра Язепа Лесовского, талиновитого военачальника, беларусского шляхтича с Виленщины. Менавита Йон створил датуль невядомые во Усходней Европе отделы с адметной тактыкой и организацией. Классно? Ёсь нагода для национального гонору, а леш пропаную разобраться, на кольки словы, огученные в ише, отповедают гисторычной правде. И ть варта нам, беларусам, гонориться тыми легендарными лесовчиками. Тема складаная и вельне цикавая. У нашей истории не цикавых тем не бывая, згодные? Почнем с традиционного теста пытанки. Увага! Пытання! Як называется роман польского письменника Казимежа Карказовича, в яким оповедается про створение идейность лесовчиков? А. Лихалетце. Б. Вершники апокалипсису. Ц. Лесовчики. Д. Пролесовчика злого хлопчика. Паразважали, а брали свой вариант отказу, а правильные ёнте не доведайтесь на праканцах этой лекции размываю. Поехали! Як вы уже пачули, створальником лесовчиков был Александр Лесовский. Литовский полковник, отчаянный наездник и рабовник, який набыл лучную вядомость подчас смут у нашей айчыне прысамозванцах. Гэта цитата с военного энциклопедического лексикона, выдадзенага у Санкт-Петербургу в 1853 году. Секало, что национальную принадлежность лесовского историки и публицисты, первоважно, польские, литовские, российские и белорусские, вызначают по-розному. Польско-литовский шляхтич, литовский, заходнерусский, литвинский, белорусский, виленский, литвинский шляхтич польского походжения. Кожный с пираличных приметников до назовника шляхтич у относенных до Александра Лесовского нечем майрацию, а ли варто разобраться? Почнем с родовода. Род лесовских гербовожек походил с Померании, Польского поморья, территория так званой Королевской Пруссии. В другой полове 16-го столетия, при Жиге-Монту-Аугусте, имоверно, когда отбылось и после подписания Люблинской унии, четыре брата лесовские переселяются в Великое князство Литовское. Поздней один из них, Ян, выезжая на учебу в Швейцарию, в Базельский университет, там ян записываю себе, как Нобелес Литуванус, шляхетный Литвин. По вертанне у ВКЛ Ян берется шлюбом с местовой шляхтянкой, ганной шумкой с Новокрупского воеводства. Молодены селятся на Виленщине, где володают двумя вёсками, Кракошин и Вольки. У их семьи народжаются три дочки и девять сынов, один из яких наш герой Александр Юзеф. Имя подвоенное, по тагочасной традиции, больше именов, больше а не лоховников. До речи, у белорусской науково-популярной литературы нередко польское имя Юзеф заменяет на белорусское Язеф, Александр Язеф. Напавло как больше подкреслить, что я наш. Когда претендовали россияне, напавло назвали Пьеху Александром Иосифом. Ну, нагадаю, что это всё одно имя, какое по-розному учить зуликам национальных традиций Юзеф, Язеф и Осип. Надалей для зручности буду выкористовывать только первое основное имя Лисовского – Александр. У яким месце докладно народился и хрестился Александр – невядомо. Энциклопедии и доведники пишут под Вильней. Невядомые докладные даты его народжения помеж 1575-м и 1580-м годами. Наибольше правдоподобно, что в 1580-м. А до этого года и будем отштурховываться. Некоторые публицисты стверждают, что Александр Лисовский разом с семьёй с под Вильней переехал жить у Беростю. То и час, где город назывался на польский манер – Брест-Литовский. А ли документальное подтверждение звездных про переехать Лисовских у Беростя – нема? Про дятинство, юнатство и эдукацию Александру докладной информации так само не заховалось. Только версии. Под пытанием и его конфессийная принадлежность. Наповно, был католиком, затым махчума перешёл до протестанта, а мой из усим стал безбожником. А вось про его войсковую дейность ведомо значно больше. Великая колька свечения, которые добрый заховались. 1600 год. Александру Лисовскому 20 годов. Свою войсковую карьеру и он починая наёмникам войску валашского господара Михая Храбрыха, и смагается за уладу над дунайскими князствами Валахии, Трансильвании и Молдовой. Уже у веростних это аж году Лисовский переходит у супротлегный лагерь. У войска гетмана Великого Коронного Яна Замойского. Постапера Мохера и Чепосполитой у молдавской компании Александр рушить у инфлянты. Даяна Карля Хаткевича, где записывается у казацкую хору, у войску ВКЛ, у дельничая в войне с Супрошвеции. Пэлно, что подчас боевых день вылучается кемливостью, одвагой и заслуговая авторитет Сиро Джавниру. А лишь мой характер баламута бунтовщика 8-1600 четвертого года. 24-годовый Лисовский, узначаливая бунту войску ВКЛ за невыплаты грошей. Вначале трех лятежных оруглов, рабуя горж за поганина, не только инфлянты и курлянты, аллеи земли Великого князства Литовского. Соймовым судом позбавлены шляхетства, отрымливая инфамию, поставленную ВКЛ по-за законам. Теперь любой литовский шляхтиш при встрече с Лисовским может его забить. Их это будет законно. Лисовский долучается до приватного войска подчашего литовского и старосты Борисовского Януша Радивилла. Не блыдать с будущим великим гетманом Янушем Радивиллом и его племенником. Деквозь Лисовский долучается до Януша Радивилла и подтримал Рокош, бунт. Воеводы Краковского, Николая Зебжидовского, супроткороля Речипосполитой Жигимота Третьего ВАЗа. Каратей кидается наш герой во все тяжкие. В начале казацкой роты бьется суприть королевских сил в битве под Гузовом. Польша, где Рокошане, мятежники терпят по разу. Лисовский вертается у ВКЛ, перемещается на Белорусское по Днепровье, а затем на чале двух сотнях вершников, узбройных по-казацкому, сходят на территорию московской державы. Дороги назад нема. У Речи Посполитой я бы чекаюсь в народный прессу. Йон долучается до войска и лже Дмитрия Другого. У стародубия отримливает того чин полковника. А российские публицисты и историки позднее это войсковое звание для Лисовского удокладнять. Тушинский – ци воровской полковник. Александр Лисовский укомплектовывает свой отрат доброохотниками с мешчаном, литвинов-белорусов и московитов, с данских казаков, а так само дробной польской и белорусской литовской шляхты. В начале этой грымучей сумеси весной 1608 года отбывается его перший рейд под территорией противника. Выступая у накерунку Епифани и Михайлова, який захопливает без проблем с Черкассы и собрався с литовскими людьми и с воры Украины городов со многими людьми. Цитата с тогочасной разрадной книги. Головное ядро его формирования складают литовские люди. Это, словозлучение, найчастейше строкается у тагочастных границер. Под Зарайском крепость на полудневом исходе от Москвы у накерунку Розанни. Деквось под Зарайском Лисовский раптомным ударом вовшент разбивая войски московских воеводов Захара Липанова и Ивана Хованского бережь мотлики палом, забитых воинов царской рати, загадывая поховать у братской могиле, насыпавши над ей великий курган для славы своей. Як бачим миламбиций военачальника, а не только атаман-раболников. Да речь той курган заховался. Восьм. Под крыжем у Сталивана на верховине кургана надпись «Тут покоются 300 храбрецов арземастцев, защитников Зарайска, павших в битве с польским воеводой Лисовским в 1608 году во время Междуцарствия». В 1960 другим ходят там устали гранитный обелиск. Русским воинам, яки загинули в битве с польскими захопниками. Я шел одним помнику напишут, оборонцы Зарайска загинули в битве супрать польско-литовских захопников. Удокладили. Ну, вось не как так. Оливер Таймсел 1608 год до Тушинского полковника Лисовского, айки дякаючи махчимости контролювать дороги урозанских землях активно нарушивающей силы, сбирающей под свои стяги новых доброохотников. В додаток до перемоги под Зарайском Александр Лисовский захопливая колонну, где повеличивая свой арсенал гарматами и иншей сброй. Мы велизны обоз, девязи, денежную казну и запасы вин франчужских. Цитата. Яху силы протягивают пополняться за кошки мясцовых воров, так образливо называют московские летописцы, суайчинниковые, которые переходили на бок ворога. Воры. Червень 1608 года. Лисовский рушить у бок Москвы. Доходит до Москвы-раки, где обираем место для переправы. Я в войску шмат мясцовых, наполнен, показали, где брод, ведомы под название «Ягд Медвежий». Али там яхучкая засада. Моцная шмат тысячная рать с опытными московскими воеводами, головный из этих князь Иван Куракин. Бой бысть с ними через весь день. Лисовский отрывливая на полно самое тяжкое поражение в своей биографии. Йонкида и усе. Обоз артиллерию, забитых, пораненых. И бежит с поля боя с невеликими людьми. Имоверно, что гэта параза подштурхова Александра Лисовского до идеи кардинально реорганизовать свое формирование и изменить тактику дейнию. А ли перерабить усе им гненно немогчимо? Гэта отбудется поздней. А пакуль Лисовский пробирается в Тушинский лагерь, отколь разом с добрым знаемым парадных справах Яном Петром Сапегой, накерованный Илже Дмитрием Другим на завоеву полночно-усходних поветов московской державы. У гэта час полк Лисовского окромя литовских людей и казаков у значной ступени укомплектованы русскими ворови, московитыми доброохотниками. Под командованием Яна Петра Сапеги Лисовский удельничая у протяглой и неудалой облозят троицы сергиевской лавры. Тягнулась и больше за 15 месяцев. Подчас якой ен тройчи поранены. Скорозь долонь простреляна правая рука, стролой злука пораненая левая скронь разом с вухом, копьем пробито стягнул. Под Мурами монастыра знаходит свою смерть и один из его молодших братов, Станислав, довольно досвеченный воярли, ранее служил пехотным родмистром у инфлянтах. Можно сказать, что Александр Лисовский удодаток до физичных ран отремливаешься одну, душевную, стратородного человека. Здесь, не я на вачах оборонцев монастыра, перед Мурами крепости показали смиаротное покарание 20 полонных московитов. Напевно, что робить это даремно. Бо у отказ воеводы же, повелевшие вывести литовских полонянников и казнити на горе старой токарни над оврагом 42 человека. А казаков против Лисовского табори у верхнего пруда на взгорке 19 человек. Вось так, за одного забитого московита забили трех лисовчиков. Полк Лисовского стоять особным лагером, табором. Это совсем нерегулярное войско, кого там только не намешано. Тримать дисциплину и командовать в подобном коллективе, ой, як непросто. А лишь Лисовский справляется. Яго подначалены копают шанс, стреляют по крепости с гарматов, выкористовывают оригинальные обложные пристосования, які, судяши по усім, придумал сам Лисовский. Запозычивши в опыт противника московцев, які нередко выкористовывали перасованные полевые умоцывания, ведомые як гуляйгород. Лисовский придумляет свой вариант. В Лисовского полку поделаны щиты на четверых, санях рублены, бревна вдвое и окошко поделаны, по окнам стреляти, а вести щиты в городу на лошадях. Параллельно за блокой Троицкой Сеергиевой монастыра, Экидарычи уявляют себе моцную крепость, 12 веже, муры вышиней до 14 метров протяглостью 1250 метров, 110 кропастных гармот, деквозь параллельно за блокой монастыра, Лисовский здействуяя походы с карными метами супрать Ярославля создали Костромы, Кенешмы и инши городов. Чему с карными? Ну так, гэто и городы спочатку присягнули и лжа Дмитрию другому, а потом узняли повстанье супратьевоставленников, а отрат Лисовского был накерован и покарать бунтовщиков и ты, кто их подтремливает. Воевала Литва и Черкассы, и Казаки, и многих людей посекли и пожгли и пограбили. Скорбились и на подначальных Лисовского, Жихары, Суздальского повета. Их это не самое горшее, что отбывалось и на инших землях московской державы, некоторые из этих были первоутворны летним попел. Троицко-Сергиев монастыр, выстоивая, устудене 1610 года блоку снимают, весной гетах аж года Лисовский вздействуя глубокий рейд у тыл московской державы. Захопливая и рабоя колязин, кашель, да помогая Пскову, яким ператым присягнул лжедмитру и другому у боротьбе супрыть новгородского войска князя Владимира Долгорукого и шведских наемников. У снежни 1610 года гиня и лжедмитрий другим. Лисовский застоянца вольным атаманом, первоутворившийся у незалежную плывовую фигуру. У его авантурной биографии начинается новая сторонка. Тым часам разгарается война Речи Паспалитой с московской державой, головной мэтой, якой з'является доучэння Москвы до Федерации Польской Короны и Великого Князства Литовского. Аксандр Лисовский, не глядячи на инфамию и позбавленное шляхетство, долучается до армии Речи Паспалитой, переходит подагульное командование гетмана Великого Литовского Яна Кароля Хаткевича. Минавито в этот час у Речи Паспалитой изъявляется ирогулярное формирование легкой кавалерии, якой поздней уводил военную историю под назвой Лисовчиков по прозвищу своего командира. Нагадаю, что армия Речи Паспалитой складается с войска коронных и войска ВКЛ Литовского. Лисовчики офицейно выходят в склад легкой кавалерии Минавито Великого Князства Литовского у польским войску. Такого формирования так нередко называют Лисовчика у тагачасной краницы, деквось полк Лисовского, кали парауновать с учасными войсковыми структурами, з одного боку пераутварается у бригаду специального призначения силы специальных операций, а з іншого отпавядая приватным военным компаниям, сумно вядомым нам як ЧВК. Але мы разумеем, что тут усе парауна не носить умовный характер. Лисовчики мают специфичную организацию с выборным генеральным колом, на яким выбирается командование, где выказываются свои потребования и думки относно дальнейших дейням и планам командира. Мают уласный суд, мусить выконывать жорсткие законы внутренного статута, отзначаются жавнерской супольностью и свое особливым братерством по сброи. Кожный лисовчик, товарищ, его боевые помощники до пяти человек складают особные хоругвы. Две хоругвы червоная и черная подпородковываются непосредственно командиру лесовчиков. Слуги джуры, яких может быть до десяти человек на одного товарища объединены у так званые джуровские хоругвы. Задача гэтых допоможных подразделений оховывания территории, проведения выветки и рыбования цивильного насильностя. При минимуме застерогальных доспехов каждый воин мая доброе наступальное узброение пистолеты мушкет лук шаблю кончар або палаш под седлом короткое копье рогатином вопротка легкая на ногах скоронные боты на голове капелюши тыпу каупаков маять пресс-обед додатковых коней платой за службу заявляется право сдобыть военных трофеев оленя редко отремливают и жалования все залежит от попередней домовой с вышедшим командованием лесовчики могут проводить глубокие диверсийные операции воюют маневра без обозу как захват утайни свои перемещения не спиняются перед забойством с устретого на шляху человека забивается так само властные товарищи ики просхворобы обораны не могут поспеть за темпом ходы ухо там нема сокрыто обо нейка и здрады жорстко несправедливо али такие правила принятые внутри этого формирования подчас рейдом минаются основные шляхи коммуникации мосты и броды что робит неможливым створение на лесовчиков засады для водной пероправы обираются неведомые местины переправляются плывцом тримающийся за конский хвост багаж и сброя складены на невеликий плыт обоза мацаны на спине коня выкористовывают нестандартные способы пройзах опясь замком и умоцван городов удач могут перекинуть простяну замка своего доверсанта с инструментами які знутри открыли вороты могут зарабить демонстративный напад на хать не живел что пасится для муров замка чекаю че зручного моменту коли оборонцы крепости выбегут на разборки некольких хвилин боевая группа лесовчиков уже внутри замка сяче и расстреливая оборонцам гарнизона подчас открытого боя бьются лавой табак открытым боевым парадкам заховывающих промежки меж сопку достатково якобвершник мог вольно разгорнуть своего коняка здесь нет необходным маневр поражает противника огнем огнепальные зброи и стрелами звуком при необходности могут биться юж шильным строить маять и обмысловую опрацел тактику утромания захопленной территории противника захопивший умоцеванный пункт переутворяет свою опорную рейды по морожих тылах вертаемся в 1611 год нагадаю что формирование лесовского уже полный час замагается на боку речи посполитой 7 листопада 1611 года для александра лесовского знаковый день за войсковые заслухи подчас московского похода соем узнагородживая его тым что вертая ему шляхетство и снимая с его инфамию теперь можно ибать ковшину наведать не боючийся за бойство обор арешту лютый 1612 года лесовчики захопливают и рабоют старую русу у красавику узяты крепости вороноч и заволочи замка заволочи делисовский организовывая свою столку и опорную базу робятся далекие рейдису противносколцев и шведов на псковшине смоленшине и наугородчине лесовский поспехово обороняя полночно заходнее меже великого князства литовского йон моя базу у полоцку куда отправляют частку с добычей и полонных цитата из московских границ про шведа взятых у полон под псковым лесовский с литовскими людьми и его деп подо псковым литовские люди взяли в полон и отвели в литву и жил в полоцку у лесовского в имени уже не 1613 года йон проводит перамовы с московским воеводом князем Иваном Хованским и кис находится в пскове лесовский выступая у якости представника усей полоцкой земли и бере на себе отказан за выконание перамирля сгодно умов мирного договора ратники с пскова с бежа опочки изборска гудова и печерского монастыра обовязываются не здесь снять набеги под обновлено про обмен полонных усих на усих лесовский от имя жахару полоцкой земли обовязывается не приходит больше войной на псковскую землю купцам гарантуется свободный рук по усюль со всякими товары ездите повольно без всякой зацепки лесовский выступая оборонцем местного населения и гарантом выконания умов мира больше зато йон прямая пропонул полоцкой шляхты занять посаду полоцкая подготовка ротмистра 28 снежный 1613 года это призначение зацвержая король речи посполитой своем листе дает манове литовского яна короля хаткевич 1614 лесовский ворши рахтуя силы харчовые запасы к пробиться на допомогу гарнизону смоленска эти обложены буйными московскими войсками и терпеть от голоду 700 лесовчиков угоходите у склад объедна на войсках лагульна 5705 человек силы великие али отзначились именовитов вояры лисовского пан лисовский явился и выбил из него москву так что ныне безопасно до самого смоленска блокада прорваны олени снятые в 1615 годе как оттягнуть силы москва от смоленска по загаде река гетман литовского яна короля хаткевича лисовский здействия некольки рейдов великого гетмана литовского у могилёве объявлено что у полку лисовского служить будут без жалования только за долю уздобычи лесовчики рушат на севершину дезахапливают карачил и орол поспехово сопростоять войску дмитрия пожарского какое было выправлено для их снищения захопливаются и рабуются бялев лихвин пиромышль торжок углич околицы ярославля и костромы робича и мклива и ничекан за сутки лесовский наводить панику у тылах противника олени позбегая и локальных неудач как на прыгнут у снежной 1615 года у сути под Тулой где уполон трапила некольких лесовчиков имен и двух их захвал их истории белорусец яско селеев русское имя яков оршанского повету взят на бою на пчельне как побили лесовского ну только московский писар помылился тут с перекладом имя белоруса яськи не яков что по-белорусскому якуб али яська янка русское имя иван а другие был из-под киева-запорожской черкошенин ромашка михайлов ну это два лесовчики белорус и украинец проведут в московском полоне больше за 10 годов али их долей шлез неведомы зимой 1616 года позбегают великих битвах александр лесовский завершает свой круговой рейд каля трех тысяч километров обогнувши москву вогненной петлей радиусом от 150 до 400 километров вертается у мстиславы за удалые войсковой операции отрымливает шин полковника его королевской великости королевского полковника ну вот так двойче полковник памятайте что таки сам шин ее натремал неколи у стародубя от илже Дмитрия другого король речи посполитой Жахимон Третья ваза у и льва сапеги пишет Лисовского адвага и доблесть равное похвалы так и моего ласкавого на заслуги его позерка вартая 16-я лепеня 1616 года едман великий литовский Ян Король Хаткевич у своей новой сталцы у Ляховича обвершай универсал яким загадывая Александру Лисовскому принять у дел у запланованном походе королевича Владислава Вазы на земли Московской Державы сын Короля Рыча Посполитой планует вернуть себе трон московского цара уверовь с них это аж года у районе Чачарска под стягом Лисовского сбирается до 1200 человек гэта узбройная сила переправляется на сходний берег Днепра каля Гоме с ужасного Гомеля и рушить на Стародук гэта был опошний поход Александр Лисовского ики раптовно помирая седевши на коне подчас оглядел боевой готовности своих отделов по мерклане польского историка Казимира Тышковского Лисовский не поспел полной меры проявить своих войсковых талентов сошел с житя у самого роскояти сил алье застался в памяти нашаткал я не первозыденный партизан праводыр малой войны доведывавшись об смерти Лисовского жихары московской державы мусили уздыхнуть с полегкой меркучи что проклятые злые дни и аспиды именно это так называл Лисовчиков один с псковских летописцев возникнет назовсё олег этого не отбылось подразделение икея створил литовский полковник Александр Лисовский захвалися и после его смерти делегация Лисовчиков с телом своего проведора рушить у Ляховича доедмана великого литовского Яна Короля Хаткевича с новыми потребованиями умов в дальнейшей службе то и что с Лисовским Яны служили без оплаты то это Яны рабили со сподеванием нас добычу это их до Яго привязывало и каля его утримливало взвертаются представники Лисовчиков за гарантами отрывания стола газорубку и до короля Рыча Посполит и добивается своего до Ричи про тело Александр Лисовского Деева поховали неведомо а Лит целком вероводно что подляховичами смерть своего провода запланованное урывание Лисовчиков на территории Московской Державы здесь сняется литовские люди обирают себе нового командира Кристофа Хаткевича надали будут и инши проводы и новые рейды оле тактика деянию и характер поводин лисовчик каких-то частные московские летописцы протягнут называть объединенным термином литовские люди додающие часом и чаркассы так вот тактика лесовчиков литовских людей и чаркассов омаль не изменится больше цельным становится и национальный склад лесовчиков сирот яких перевожают джихары у сходних и поудневоусходних землю великого князства литовского Полотшины Витебшины Могилевшины Гомельшины и инши У листопаде Снежной 1616 года проведенный поспеховый рейд так званый северский поход по московским пределам дошли до Курска вернулись и убыхал в осень 1617 года уже новый командир лесовчиков Станислав Чаплинский с изумительной быстротой пролетел вдоль и поперек по всей Московии разнося всюду страх и опустошение активные день лесовчиков на территории московской державы протягиваются до Снежня 1618 года когда будет подписана Девулинская пирамира векой покладе конец войне на два наступные десятигодди ареной военных деяния лесовчиков становятся краины центральной и заходной Европы в 1619 году лесовчики накереванные королем речи посполитой на службу римскому императору фердинанду другому это отбывается подчас тридцатигодовой войны там легендарные вершники не только удало смагаются на полях битвы олей наводится правдный жах на цивильное населенство прославивший свое имя невероятной колькостью учениных гвалтов ничего нового национальный склад позднейших лесовчиков значно изменяется там шмат поляков логично бо шлях у заходную Европу куда их накеревал король речи посполитой лежал проспольшу деяны и пополнялися шмат ликими мясцовыми доброахотниками у Германии за лесовчиками навод замацовывается мянушка польские казаки аля строкатась национального склада никуда не паделася поляки литвины татары данцы данске казаки запорожцы московиты немцы шведы испанцы турки цыганы габреи и навод один мурын подразделения лесовчаков змагаются у военных речи посполитой с Османской империей у Пруссии Франции а так само у черговой войне речи посполитой со Швецией вось як у 1843 годзе написал пра войсковый шлях у молнага жавнера лесовчака польский историк Маурикий Дзедушицкий гэты жаунер абайшоў усю московию ад мора ледавитага да Каспийскага ад гор уральскіх да Днястра прайшоў Фінляндую Венгрю Селезию Моравию і Чехию перасек Альпы і зазерну ў Італію двойче пераправляўся праза Рейн пабываў у Латарынгі шампані пікарды уразіў своім з'явленням Парыш гэта лісоўчык грамадзянін свету імя якога ў 17-м загодзі вядома было ўсім пасля 1636 года дзейнаць лісоўчыкаў спыняецца яны асуджаная сеймавыми резалюціями і распушчаны застаецца толькі память з большага ня добрая але шчас проходзіць і паступова в образ лісоўчыкаў пачыная рамантызавацца спачатку гэты вобраз увекавечывацца ў картинах ў творах голандскага мастака Рэбранта польскага баталіста Юлюша Косака живапісца Юзефа Бранта а затымы ў іншых формах мастацтва паэзі прозі песнях ой паеду ой да я паеду да пан Александра да пана лісоўскага да спадара госпадара ворага масковскага ягу войска моцная ягу войска дужая там жа ўсес ў брымае ён ворага з дужая співаў ў 90-е годы 20-х гастагодзі беларускі бард Сяржук Соколав Воиш ў 2006-м годзі выходзіць ў музычны альбом песні лісоўчагаў ну вось така історія тімаець права беларусы лічит легендарных лісоўчагаў часткай сваў военна історія ну вітаўшно што так але ўсё ж называть ты подразделіні і регулярны лёгкай коніц ВКЛ выключна беларускімі не варта на гістарычню спадшыну брэнда лісоўчаг дарячын не самага пачаснага і ганаровага законнае права маюць і полякі і украінцы і сучасныя літовцы і навад росіяні масковців там так сама хапала ну вось не як так вертаўся да теста пэтанкі нагадаю як учала пэтання як называецца гістарычны роман польського письменника Казімежа Карказовича яким опровидается простворение і дейності лісоўчага а ліхалеці б двершники апокалипсису ц лісоўчагі д пролісоўчага злога хлопчик ну что пошлим методом выключенням ведайте тема лісоўчага была і єсть вельми популярна сирот письменника які пишуть на гістарычны темы наибольше тут щаруўть полякі вось і гістарычны пригоднінскі роман лісоўчагі про двух юнаков які зв'язали своў лёс легендарным формированням александр лісоўскага написал польскі письменник Алени Казімеш Карказович автор гэта отвора Багуслав Суўковскі у гістарычном романе ліхалеці які був першыню выдадены у 1882 годі одной з центральних особу з'являється вольный ротмістар пан александр іосиф лісовскі гвось як авторомана описывая гэта чалавєка можна фігура хватська гнаездника кидалася увочи своєю молодцоватостю і стройністю не глядяши на ягод сорок годів тварь його загорелы румяны шорными як вуголь вачима спод чорных дугой брова шорными вусами які завиваються игольным подбородком подстать низко острыженый шатинистой черноволосій голове зараз же выдавав їм литвіна стих цитатуя кея ваше я гучу догадайтесь до якой країни належить автороман так до России гэта российский письменник Владислав Маркл а гэта я год перво выдаденный роман лихолетти ну что застались два варианта патримаю интригу скажу что автором одного гэтых двух романов заявляется белорусский письменник и гэта Леонид Дайнека автор широковедомых историчных романов меч князя вячки след волкалака железные желуды назови сына константина у всех эти творы вышли особенными книгами авось роман про лисов чека злого хлопчика який вышел в 2010 годе нажаль был надрукованный только у часописном варианте часопис где слов першы другие третий нумары у гэтым романе Леонид Дайнека показал лисовчиков и их праводора Александра Язепа Лисовска с позицией национальных романтизма таким чином правильный отказ б дешники апокалипсису так называется гисторичный роман польского письменника Казимежа Карказовича минавито у гэтым трехтонным гисторичным романе оповедается простворение идейность лисовчиков до речи Казимеж Карказович народился в Беларуси али после початку первой светлой войны его семья переехала у Польши можно сказать польский письменник белорусского походжения но все дороженьки что почитать ну окроме от их историчных романов про ике вы сегодня почули пропаную працию польского историка Анжи Джагаша Пшапюрки от доброохотников до наемных жальнеров полк лисовчиков период войны с Москвой у 1615 и 1618 годах над рукаваны у 2012 годзе у шостым нумары часописа архе гэты нумар был целком прасвечен вайсковой историей Великого Княста Литовского так сама пропаную книгу российского историка Александра Зорена Лисовчики Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории смутного времени у своей прадмове российский историк уселяк кпить с белорусских националистов які спрабують белорусизовать Лисовского и Лисовчаков Цитата спрабы белорусизации Лисовского выглядают доволі потешна калі уличыць што з гэтай країна яго не звязують ні паходжыні ні веровызнані ні самосвядомы ні місце на раджэні а яго полк звычайно у большасті свай навогл складаўся з этнічных маскавітаў вояк алеш у гэтай працы аутар сам себе не аднаразова адвергая прыводзячы сотні цитатаў з тагачасных документу пра літовскіх людзей і Литву як адну з асноўных складовых частак палка Лисовского ну правду якой дачынене тагачасные терміны Литва і літовскі людзі маў до сучасных Беларусі і Беларусы дзе тае Литва а дзе Беларусь ну гэтаж полякі а праповість з Польшы Александр Лисовского якога Зорен настойліва называя польскім шляхцічам ў кнізі нема фактов ну а крамя аднаго што адной чы Лисовскі ездзіў в Аршаву да Караля не глядзічы на гэтэі нюансы рекамендую гэту книгу шмат карысны і цікавы фактуры ў што пагуляць ну я нікалі апавядаў пра дзецячых жаўнеркаў за саецкім часам дзецінства кожнаа хлопчака было тяжка ўявіць безнаявності сарот ягацацак тых самых пластмасовых або алавянных салдатікаў ў нашай мове жаўнеркаў дык вось натрапів ў интернэці на набор жаўнеркаў лісовчыкаў зроблены ва Украіне разборныя для самастойной афарбовкі а вось гэта миніатюры лісовчыкаў зроблены беларускім майстрам ўбачыл ў Мінску ў адной з крамоў гандлёвага центра Купаловскі зроблено вельмі якосно там прожадані можна целое войско собрать і не толькі лісовчикам рекомендую шире дякую за увагу чекают вас падабаек комментариў і інші підтримки наступным героем наших аддукаційных цикл стане Ян Король Хаткевич неимоверно цікаваў особа у военную историю беларускаго народа не пропустите Тиه Нови 님 Ти С Ли Д² Ти Ти С Д² Д¹ Ти Ти Е